День медицинского работника День медицинского работника Казанский федеральный университет был готов приступить к масштабным работам В 2015 году согласно стратегии медицинского кластера в составе университета была встроена университетская клиника Медико-санитарный комплекс выстроил новую научно-исследовательскую цепочку Что привело к внедрению новых методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний И оказания других видов высокотехнологичной помощи с включением новых технологий В частности, генетических исследований и появления симуляционного центра В 2018 году на базе Казанского федерального университета был создан научно-клинический центр прецензионной и регенеративной медицины В центре доступно более 4,5 тысяч видов лабораторных анализов и другие виды диагностических исследований Которые проводятся на новейшем оборудовании экспертного класса В разгар пандемии COVID-19 на базе университетской клиники Казанского федерального университета Был в экстренном порядке создан COVID-госпиталь Он начал функционировать с октября 2020 года И был направлен на профилактику, диагностику и лечение коронавирусной инфекции За короткий срок была полностью проработана логистика и инфраструктура больницы Полностью укомплектован медицинский персонал Здесь вылечивали не только сотрудников университета, но и прикрепленное население Я же ничего не понимала и поэтому очень агрессивно себя вела Я бы сейчас, конечно, никогда с ними так не поступала Я все время, Эльдар Анварович придет, видит, что я опять сняла маску Оденет, кремом меня намажет, чтобы не больно было И опять около меня стоит, пока я не начну нормально дышать С момента вхождения комплекса больниц в состав университетской клиники И, соответственно, развития университетской клиники Естественно, появилось много новых технологий Прежде всего, это эндоскопические технологии Много достаточно появилось новой аппаратуры Которая позволяет успешно конкурировать с другими клиниками на территории Республики Тарстан Наработаны связи с окружающими регионами И на сегодняшний день к нам на лечение едут не только люди из Республики Тарстан Из близлежащих регионов Париволского федерального округа Но наша география расширилась чуть ли не до Камчатки Новый виток развития биомедицинского направления пришелся на 2021 год Казанский университет вошел в число победителей программы «Приоритет-2030» Одним из локомотивов новой программы развития стал Институт фундаментальной медицины и биологии На базе которого готовился большой биомедицинский образовательный кластер Та копилка знаний, которая была накоплена, собрана нами за эти 10 лет А в этом году 10 лет только нашему институту И вот в этой копилке знаний мы должны этими знаниями поделиться Причем поделиться не только со студентами, не только с нашими обучающимися Мы должны поделиться со всем населением, со всеми людьми Потому что люди должны совершенно четко понимать, что же из себя представляет человек Что же представляет его здоровье, что представляет его окружение Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова